МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Никто не сомневается в том, что зарядку делать необходимо. А вот о том, как превратить набор физических упражнений в яркое действие и возможность пообщаться с именитыми спортсменами в следующем сюжете. Руки выше, ноги шире, улыбайтесь 3-4. Вот так самая обычная зарядка приводит к золотым олимпийским медалям. В Рязани уже в третий раз состоялась российская акция «Зарядка с чемпионом». В 2013-м пример того, как правильно делать зарядку, показывал чемпион Европы по самбо. А в следующем году ее провел серебряный призер чемпионата мира по дзюдо. В этом году такой чести удостоились сразу пять сильнейших рязанских спортсменов, представляющих на соревнованиях разного уровня легкую и тяжелую атлетику, бокс, дзюдо, а также греблю на байдарках Акануэ. Организаторы до последних минут держали интригу о том, кто же возглавит этот список. Победителем интернет-голосования был признан Максим Цирюльников, набравший 415 голосов. Во всех муниципалитетах наша молодежь, дети, взрослое население проводили зарядки со знаковыми нашими спортсменами, которые очень многого уже добились на различных аренах. Российской, европейской, мировой. Поэтому сегодня здесь проходит финал этой акции. Развлекали и поддерживали участников знаменитые талисманы. Гриб Боря и маскот Зубрик так лихо скакали на сцене, что и молодежь, и взрослые старались не отставать. Первый курс леч-фак обучается в РСГМУ, Медицинском университете. Первый раз участвуем в таком мероприятии? Да, мы участвуем первый раз. Ну и как? Мне нравится, нам всем нравится. Очень классно, дети очень, прям вот сразу поднимаются настроения. Никита и Кирилл на зарядке с чемпионом защищали честь спортфака РГУ. Пришли на других посмотреть, себя показать и на всякий случай напомнить, что спорт еще никому никогда не мешал. На зарядку делаете? Делаем. Конечно. Бегом с утра. Какие бы упражнения вы порекомендовали нашим телезрителям? Самые простые? Ну, на растяжечку. Растяжка – это самое главное в жизни. Если будешь спину закачивать, растягивать, шпагат садиться, будет хорошо, все будет. Не обошлось и без маленьких спортивных побед. Нашлось немало желающих помериться богатырской силой прямо на сцене. Некоторые участники зарядки пришли на всероссийскую акцию, чтобы получше размяться перед очередными соревнованиями. Мы сегодня в Шиллу едем. У нас сейчас играют в два в Шиллу. Готовы? Конечно. У вас есть какой-нибудь девиз? Нет. Это срочно приду. Один за всех и все за одного ФК Рязань не боится никого. На память об акции собравшиеся получили магнитные браслеты с надписью «Спорт» – «Моя тема». Самые активные участники за то, что не теряют боевой дух и заботятся о здоровом теле, были удостоены абонементу в бассейн «Аквамет». Конечно, в здоровом теле здоровый дух. Более того, быть в форме не только полезно, но еще и модно и престижно. И главное здесь начать. Несколько нехитрых советов о том, как это сделать далее. В здоровом теле здоровый дух, а красивая фигура, подтянутые телом и крепкие мускулы – мечта многих и многих. Главное здесь не сомневаться, что мечта эта вполне осуществима. Очень захотеть и перестав откладывать на неопределенное будущее – начать. Да-да, именно взять и пойти. Например, в тренажерный зал. В первую очередь нужно перестать стесняться. А если не очень получается, и вы уверены, что будете чувствовать себя не в своей тарелке, нет ничего лучше хорошей компании. Берите друга или подругу и вперед. Вместе покорять кантели, штанги и беговые дорожки. К тому же, как утверждают опытные посетители спортзалов, вместе сложнее прогуливать тренировки. Проще себя заставить, когда, бывает, не хочется идти в зал, когда устал после работы. Один другого будет заставлять, и это будет максимальный вариант. В общем, компании есть, вещи собраны, тело готово к спортивным подвигам. И вот он, спортзал весь, целиком и полностью в вашем распоряжении. Сразу оговоримся, каждая тренировка – это система. Система, выстроенная по определенной методике. Подход «беру гантели» и кручу, как хочу, тут не пройдет. Конечно, если вы изучили массу литературы и основательно теоретически подготовились, можете попробовать заниматься самостоятельно. Но в этом случае имейте в виду, что вся ответственность за ваш организм и его сохранность лежит полностью на ваших плечах. Поэтому оптимальный вариант – занятие с тренером. Профессионал все вам расскажет, покажет, подберет нужную программу и поможет достичь желаемого результата. В зале больше возможностей для достижения гораздо большего количества целей. Для любого человека. В плане спортивных достижений абсолютно любых. Можно накачать силу, можно накачать ловкость, быстроту, можно укрепить сердечно-сосудистую систему. Опять-таки, в кардиозале, на дорожке беговых. То есть спектр вообще полный. На то он издал тренажерный, где все основные снаряды, они в одном месте сфокусированы. Вот какие цели? Вот почему спортзал – это как? Это спорт, стиль жизни, каких-то чего-то добиться хотите? Как? Вот почему? Мне интересно. Ну, поддержание формы и хобби. Таких огромных целей, конечно, нет. Но для себя это правда. Не отлыниваете? Нет. Заставляете себя сюда идти или уже необходимость какая-то? Додисциплинированность. Просто привычка уже. Как на работу люди ходят, так же и три дня в неделю занимаешься. Что тебе может, например, помешать сюда прийти? Нет никаких ограничений. Я прихожу в любую погоду, в любое время. Мне нравится здесь заниматься. Я с удовольствием здесь занимаюсь. А давно занимаешься спортом? Ну, лет… год-три, наверное. Чего ты хочешь добиться или как? Просто для души? Просто для себя. Чего вы хотите добиться конкретного или просто для души? Восстанавливаюсь после армии и хочу выступать потом. Чего ты хочешь конкретного добиться или просто так, для души? Для себя, для поддержания себя в форме. Словом, обзаведитесь терпением и не теряйте целеустремленности. И тогда, ну же совсем скоро, спортзал станет вторым домом. А гантели, штанги и прочие спортивные прелести лучшими друзьями. И, конечно, еще одно немаловажное условие счастливой и долгой фитнес-жизни – правильный тренер. Встречайте далее человека, который не только практически заложил фундамент фитнес-аэробики в нашем городе, но еще и воспитал несметное количество инструкторов. Эту хрупкую женщину в нашем городе знают многие. Фитнес-тренеры не понаслышке. Большинству из них не раз доводилось учиться. У нее основа мастерства и с дрожью в коленях сдавать экзамены. Количество женщин, которые благодаря Елене заполучили желанную стройную фигуру, вообще не подается исчислению. А дети души в ней не чают и учатся любить спорт. Знакомьтесь, Елена Александровна Алешкина – тренер, а по совместительству президент областной федерации аэробики. Спорт для нее сейчас – дело жизни, а начиналось все, как ни странно, с лыжных гонок. Да, это были лыжные гонки. У меня были соседи по лестничной клетке, которые занимались лыжными гонками. А я в то время энергию не знала, куда девать. Меня родители, как бы даже не родители, мама у меня всегда была спортсменка, тоже активистка, закончила педагогическое училище наше рязанское. Но когда они видели, что мне некуда девать свою энергию, они присоединили меня к нашим соседям, двум мальчишкам, которые занимались лыжными гонками. Ну и с первого класса, естественно, у меня началась очень интересная жизнь спортивная. Выполнив кандидата в мастера спорта и в 17 лет завершив свою карьеру, Лена поняла, что спорта теперь явно не хватает. Три лишних килограммы, как это свойственно бывшим спортсменам, вдруг стали набираться. На помощь пришла мама. Записала дочь в группу популярного в то время шейпинга. Но занятие это показалось Елене слишком скучным. Не по характеру, да и физическая нагрузка была слишком слабой. И тогда в жизни и появилась она, аэробика. Опять же мама меня привела, то есть предложила мне пойти заниматься аэробикой. Тогда это только-только начиналось, волна такая только до нас докатилась. И во Дворце детского творчества, вот как аэробика, как моя такая история, следующая жизненная страничка, началась здесь. В Дворце детского творчества. Я сначала присматривалась, на первое занятие пришла обвернутая в целлофановые пакеты, одев на себя спортивный костюм, то есть создав эффект бани. Это, естественно, потом я уже поняла, что это большие заблуждения. Став уже более опытной, уже когда преподавала и сама училась, поняла, что я была неправа. И, в общем-то, тренер, который преподавал здесь, он мне помог в этом. Постепенно просто занятий стало мало. Захотелось постичь науку, поэтому поехала в Москву учиться. В нашем городе подобных курсов не было. Недельный курс, тогда это была неделя, мы прожили в Москве. И это еще одна история из моей жизни, как мы собирали деньги на обучение, и где мы там жили в общежитии. Можно сказать, ни ели, ни пили, но поехали учиться. Но это не прошло даром, в общем-то, я не жалею ни о чем. Так хобби превратилось в профессию, в любимую профессию. И вот уже 24 года Елена работает тренером. 20 из них во Дворце детского творчества. Перечислить все направления фитнеса, которые она ведет, довольно сложно. Пальцев рук точно не хватит. Это и аэробика, и степ-аэробика, йога, пилатес, силовые тренировки, акваэробика. И список продолжать можно еще очень долго. Тренирует как взрослых, так и детей. Но ответ на вопрос, откуда берет столько сил, и где черпается вдохновение, довольно прост. Дети дают силы. Это, во-первых, энергетический обмен идет, колоссальный просто объем. Насколько ты отдал, ты вдвойне получаешь. Только от них. Плюс свои дети, которые заряжают энергией перед выходом на работу. Кстати, дважды став мамой, со спортом Елена не расставалась ни на минуту. Как мне сказали врачи, спортсмены вообще из другого теста, из другого мира. И если они бросят заниматься, они умрут. Поэтому не на секунду, даже бывшие беременные, два раза в положении, я не прекращала занятия. И, в общем-то, рекомендую всем заниматься и не бросать. Беременность – это не приговор. Наоборот, нужно двигаться, чтобы не застаивалась кровь, чтобы родить ребенка здоровым. Вот такие они, сильные женщины-спортсменки. Ну а подать пример и поделиться опытом Елена всегда готова. В 98-м году она создала в нашем городе Федерацию аэробики. Ничего подобного в Рязани не было. Просто заниматься уже мало мне было. Появился опыт и хотелось его отдавать и делиться с другими. Поэтому была создана по этой же причине Федерация. И мы стали проводить не только разные мероприятия в городе, подобные фитнес-марафоны и конвенции по аэробике, но и обучающие семинары. Но Рязань у нас воспряла, у нас столько клубов сейчас настроилось. То есть такой толчок был получен в 98-м году. И пик развития фитнеса в нашем городе пришелся на 2002-й год. С тех пор из-под крыла Елена Алешкина и по самым скромным подсчетам вышло порядка 200 профессиональных инструкторов по фитнесу. И на достигнутом она останавливаться, конечно же, не собирается. Учить, тренировать и продвигать фитнес-аэробику в массы – любимое занятие. Я могу сказать, что я одна из немногих счастливых людей на этом белом свете, которые могут совместить свое хобби и свою работу. Я на работу иду как на праздник, можно так сказать. В планах на самое ближайшее будущее совместить отдых с любимой работой. Традиционные летние сборы с детьми в Солочи. Мы едем в Солочи, на нашу базу, Исток. Там мы проводим учебно-тренировочные сборы. Ну и, естественно, мы решаем там же проблемы такие. Задачи, вернее, проблемы, а задачи. Это составить, выбрать музыку. Это подбор музыкального сопровождения уже на дальнейшую какую-то программу. Это прослушивание музыкальных треков, определить настроение, создать какое-то такое начало. Начало, создать начало. И потом уже подбирать к этому музыкальному сопровождению, уже работать над хореографией. Это вот летом такая рыба, лекала такое закладывается. А с сентября мы уже начинаем работать уже, когда мы все собираемся вместе. Не все же могут поехать, а мы уже команду расставляем уже все на местах, и хореография уже идет полным ходом. Отработка элементов, придумывание в течение этого. Мы можем собрать весь танец, допустим, все упражнения. А потом придет какая-то идея, и мы можем просто поменять за неделю перед соревнованием. Все, ну, идея того стоит. Ну и, конечно, обучение новых кадров для фитнес-клубов и тренировки с желающими похудеть и обрести спортивную форму тоже никуда не денутся. Лен, спорт для вас – это жизнь? Навсегда? Это навсегда. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин